Всем привет! Мы возле Красной площади в Москве. Мы в неофициальной фан-зоне на Никольской улице. Здесь огромное количество фанатов из разных точек мира. Мы встретили людей из США, из Мексики, из Аргентины, из Перу, из Англии. И, конечно, мы спрашивали разные вопросы. Мы спрашивали, как они добрались сюда, что они здесь любят делать, что они здесь любят есть, что им понравилось в России, в Москве и во всем чемпионате. Это огромное мероприятие, люди яркие, веселые. И, конечно же, разговоры были довольно оригинальные. Давайте посмотрим. Я уверен, что вы найдете что-то интересное для себя, потому что мы, как минимум, встретили человека, который приехал сюда на велосипеде из Аргентины. Хорошего вам времяпрепровождения. Смотрите наш репортаж и наслаждайтесь чемпионатом 2018 года в Москве. Смотрите наш репортаж и наслаждайтесь чемпионатом 2018 года в Москве. Откуда вы? Даня. Копенгаген. Вы приехали на игру? Да, конечно. Как вас зовут? Томас. И Йоханнес. Какое ваше любимое русское блюдо? Пироги. И борщ. Борщ. Конечно, борщ. Вы пробовали квас? Да, да, конечно. Что такое квас? Кто это? Кто это? А, я Питер. Э, из Дании. А вы посетили другие города в России? Калининград, да. Но мы ездили на игры в других городах. Я был до этого в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в разных других местах. Сложно ли для вас читать знаки на русском? Да, кириллицы довольно сложные, непривычные. Но больше и больше русских говорят на английском. Немного, но все равно говорят. Я вчера встретил девушку, и она использовала телефон, и мы говорили через Google Translate, а ее друзья говорили по-английски, так что все это хорошо. А что вы больше всего любите в Москве? Конечно, девушек. Девушки очень красивые. Ну, конечно, не для меня, потому что мне жена, но все-таки девушки очень хорошо выглядят, и мне хочется посмотреть на них. У вас очень красивая страна, и вы очень милые люди, и ваша страна заслуживает лучшей репутации в западных СМИ. И, конечно же, мировой чемпионат. Ну, а что вы читали по поводу мнения вашего правительства в СМИ? Ну, вся эта политическая штука, ты знаешь, люди должны все равно приходить и самостоятельно получать этот опыт, потому что страна у вас классная, красивая. И это всегда так, западные медиа пишут одно про Россию, Россия про западные медиа пишет другое, это все политика. А что касается девушек, вы слышали, что российское правительство рекомендовало не вступать в романтические контакты с иностранцами? Да-да, мы слышали такое. Мы этого не слушаем. Я свободен холост, и я, конечно же, буду встречаться с девушками в России. Супер. Как вообще все организовано? Все очень хорошо организовано, здесь огромное количество людей, которые работают в фан-зонах. Мы пойдем сейчас смотреть вложники, увидим, как работает стадион. У меня заняло две минуты получения фан-ид. Это было легко и просто. А когда ты говоришь, что ты из Дании, люди немножко сбиты с толком, они не очень понимают, где это и кто вы. И какое место займет Даня? Мы надеемся, что мы выйдем из группы. Может быть, мы пройдем в Аргентину? Не-не-не, мы точно надерем несколько хорватских задниц. Хорошо, пожелаю вам удачи. А какую вы будете петь на стадионе специальную песню, фанатскую песню, чтобы поддержать нашу... Смайк Леймуа, Смайк Леймуа, Смайк Леймуа. Кто, как ты думаешь, выиграет чемпионат? Египет. Египет? Серьезно, Египет? Что вы ожидали, когда вы ехали в Россию? Что вы вообще думали до приезда? Мы ожидали вечеринки в русском стиле, как в клипе Робби Вильямса. Что тебе больше всего понравилось в Москве? Водка? А вы попробовали водку? Серьезно? В Бразилии такая дорогая водка, а здесь прям нормас. Отличная сцена для водки. Вы посетили другие города? Да, Санкт-Петербург, Ростов. Какой вам понравился больше? Петербург отличный. Ростов небольшой город, но тоже хороший. Что вы здесь едите? Я все ем, посмотри на меня. Все ем, все подряд. Строганов, мы обожаем Строганов. Строганов, отлично. Вы любите квас? Да, да, квас. Вообще, дорого для вас проводить время на чемпионате? Да не, не, не дорого, нормально, довольно справедливые цены. Вы сейчас отправляетесь на стадион, какую песню вы собираетесь петь на стадионе, чтобы поддержать свою команду. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это твой первый визит в Москву, да? Это первый визит в Москву? Тебе нравится? Да, мне очень нравится, очень-очень классный сус Ты собираешься в другие города? Нет, только Москва Какую игру собираешь посетить? Я болею за Францию Франция чемпион Какую песню ты будешь петь? Только Франция Только Франция Откуда вы? Мы из США. Из какого штата? Из Нашвилла, Теннесси Почему вы приехали в Россию? Я выиграла билеты в лотерею Мы были очень рады, мы приехали вчера вечером Так вам в Америке нравится футбол? Да, нам очень нравится футбол Очень жаль, что Америка не участвует Однако это потрясающее событие, самое крупное в мире Так почему Америка не участвовала? Она не прошла отборочное Но, несмотря на это, это по-прежнему потрясающий опыт Она, конечно, слышала, что по всему Америке Люди играют буквально в каждом дворе, что популярность футбола постоянно растет И что ожидается, что через 20-30 лет вы станете чемпионами Что вы думаете об этом? Мы были бы рады Может быть, к 2026 мы подготовимся и станем чемпионами Это ваш первый приезд в Россию? В Москву? Да, мы здесь первый раз Мы надеемся, что не в последний Нам очень нравится все Что вы ожидали до приезда сюда? Я не ожидала, что Москва окажется такой огромной Я не представляла себе, что здесь живет столько людей Что здесь 12 миллионов человек живет Правьте меня, если я не права Только официально 12 На самом деле 17, иногда даже 19 говорят Многие люди приезжают в Москву на работу Что вы слышали о России? Я слышал, что Некоторые британцы И люди из США Слышали, что Здесь что-то плохо Что ты мне говорила о еде? О, я говорила, что Кухня потрясающая Как я слышала, однако Довольно тяжелая Много мяса Картошки, капусты Так вам не нравится Очень нравится Но мы здесь были всего 24 часа Пока что Даже меньше Что вы уже успели попробовать Когда мы ходили? О, какое блюдо? Лосось с овощами Мы также ели пельмени с бараниной Что нам следует попробовать? Нужно попробовать непременно окрошку Это летний суп Он встает из кваса И салата По сути Абсолютно потрясающее блюдо для лета Оно очень освежающее Мне очень нравятся пирожки Мне нравится мясо Здесь оно очень вкусное Как здесь все организовано? Как вы считаете? Все абсолютно потрясающе Мы приехали только вчера вечером Мы остановились в отеле И все просто потрясающе Интерконтиненталь Очень хороший отель Как вы прошли контроль в аэропорте Через Fan ID мы прошли очень быстро Мы приехали в два ночи Но, однако, все было абсолютно потрясающе Как вам нравятся люди? Все очень дружелюбные Все разговаривают по-русски А кто-то разговаривает по-английски Многие разговаривают по-английски, но нам бы хотелось Выучить хотя бы чуть-чуть русского языка А вы можете читать вывески? Нет, мы не можем Это абсолютно невозможно Собираетесь ли вы пустить другие города? Мы здесь проведем всего пять дней, а потом мы возвращаемся на работу Это из-за визы? Нет, это условия поездки, которые она выиграла Да Давайте встретим наших фанатов из Англии Как вас зовут? Эндрю Адам Меня зовут Ник Очень приятно познакомиться Я знаю, что вы были в Волгограде И разные другие города Какие города вы посетили? Нижний Новгород И Калининград Нижний Новгород очень сложно произнести Иностранцам прочитать Как вы вообще читаете здесь всякие знаки? Мы не читаем Мы спрашиваем людей И люди отвечают? Да, они очень дожили мне Все, все, все помогают Это, конечно, длительно А как насчет Инглии? Некоторые говорят, да, очень хорошим английском Да, конечно Вообще, это для вас дорого в России Но вообще, конечно, это не очень дешевая поездка Но у вас классная страна очень Что вы вообще ожидали до того, как вы ехали сюда? Мы ожидали враждебности А вообще враждебности не существует Может быть, вы ожидали гостеприимства? Нет, враждебность Я оказал, что все удивительно, классно и очень мило и дружелюбно И у вас большое сердце И вы сделали огромную работу Для того, чтобы 24 часа в сутки Всем хорошо было и в поездах, и в метро То есть все организовано хорошо? Да, я посетил 8 чемпионатов свифая Это лучший по организации И мне кажется, что это самый интересный чемпионат Потому что очень много интриг Да, да, вообще волнующие и захватывающие игры И это об этом все Об этих захватывающих и непредсказуемых матчах И конечно же не официальная фан-зона Кстати, Англия Боёт 6 голов в одной игре Как вы думаете, как далеко в чемпионате Англия зайдёт? Мы не знаем, ага Какой длины струна? Да Мы сейчас в середине чемпионата Какой ваш прогресс? Хорватия выглядит очень сильно Очень хорошо Аргентина В России, кстати Да, скорее всего выйдет следующий Раунд Довольно сильно выглядите Англия, да Вылетит в четвертьфинале Но мы улучшаемся, да Как обычно в четвертьфинале вылетят, но мы становимся лучше Я был в Волгограде Я валял за вашу сборную, за Англию Я думаю, что у вас хорошая новая команда И возможно, вы проскочите четвертьфинал Возможно, в полуфинала, как минимум Я думаю, что в Волгограде, что мы были в России Это было более расслаблено И поэтому мы сделали лучше Вы знаете, в России мы как-то вроде себя чувствуем более расслабленными И поэтому лучше идут Что вам больше всего не понравилось в Волгограде? Ну, это, конечно, мухи, мухи Вообще, Волгоград очень крутой А что там больше всего понравилось? Ну, история История обалденная Невероятная Как вам река? Волга-река Вот эти комары, которые нас покупали, это... Вообще, это самое дружелюбное место в Волгограде, которое мы видели Приятно слышать Вам нравится русская еда? А, да, она понравилась Какое ваше любимое? Геркингс Что такое геркингс? Геркингс А, пикклс Огурцы Огурцы Теперь я обожаю огурцы Русский айсален огурцы Обалденный Конечно, русский суп Борщ Да, сори Извините А окрошку попробовали? Как окрошка? Как окрошка? Очень-очень вкусно Очень-очень вкусно Мне кажется, что это такой способ английской вежливости говорить, чтобы вам все понравилось Да не-не-не, нам все правда очень понравилось Я думаю, что я задам вам еще один вопрос последний И какую песню вы будете петь на стадионе для того, чтобы поддержать вашу команду? Я думаю, что у нас есть песня про водку И что английские фанаты выпили всю водку Вы можете ее спеть для нас? Это слишком сложно для нас Мы не очень хорошие игры, певцы Ну давайте три льва Давайте спаем три льва, спойте Три льва на нашей футболке Мы все еще играем Больше не будет ни одного года боли Мы никогда не останавливались в своих мечтах Наконец-то мы забьем гол И будем танцевать три льва на футболке То, что я хочу сказать, что Москва должна быть открыта для нас в будущем Чтобы нам было легче приезжать сюда как туристам Потому что сейчас ситуация с визами, она неудовлетворительная Она должна извиниться Да, я понимаю, у меня есть отец, отчим из Германии И каждый раз, чтобы приехать в Асим, нужна виза Вам нужны более простые визовые правила, правила въезда Тогда было бы легче, у вас классная страна, вы хотели бы сюда приезжать А что вы ожидали до того, как вы приехали сюда? Я, конечно, ожидал культуры, много разных мест И много увидели, много не увидели И, конечно, мы удивлены тем, что мы увидели Я слышал других английских фанатов, что в газетах писали, что здесь довольно небезопасно Но не в этом суть, не в этом смысл Но вообще у вас всего приехало в 2000 вместо 40 Ну, конечно, это стыдоба Тогда бы мы танцевали здесь на площади, если бы приехали все фанаты и мы бы пели все песни У вас очень классные люди, классные люди приехали из других стран Вы посетили другие города? Волгоград, да, очень-очень понравился Волгоград Нижний, очень понравился, больше понравился нижний Нижний, да, конечно Почему ты понравился нижний? Ну, потому что он очень пьяный То есть, понравился не нижний, а водка Водка там, да, был просто рекой текла, как Волга Удачи, удачи Англии А как вообще все организовано в Москве? Мы приехали вообще в Питер Приехал там все хорошо, немножко холодно, для бразильцев было немножко холодно Все мокро, но мы пили А что еще ты помнишь из Питера? Мы поехали на игру, и очень классная игра была У нас было восемь, восемь птичек, и четыре потерялись Кар-кар-кар, Бразилия То есть, вы потеряли четыре друга из Бразилии Где вы их потеряли? Где-то в Питере Сейчас мы просто приехали в Москву, и мы пытаемся заработать хоть чуть-чуть денег Сколько заработали? 300 рублей всего На пиво, на пару пива Что больше всего тебе нравится в России, на этом чемпионате, в Москве, в Питере? Мы были на чемпионате мира в Бразилии, мы знали, что здесь такая атмосфера творится, что это потрясающая энергия Все могут наслаждаться этим И мы очень рады, что русские сейчас внутри этого Да, мы теперь понимаем, что вы чувствовали четыре года назад Нет, конечно, мы проиграли 1-7, мы плакали очень сильно, но сейчас все в порядке Вы болеете за Бразилию? Да, бразильцы очень хорошо выгляделы, сильнее чем четыре года назад И Бразилия, я надеюсь, выиграет Что вы делаете обычно? Сколько вы уже здесь находитесь? Мы пять дней были в Питере и пять дней в Москве Понравился Питер? Да, очень классный город Что больше понравился всего? Мне больше всего понравился Питергоф Питергоф И, конечно же, люди Люди такие милые Как насчет Москвы? Да мы только приехали Вчера Сейчас мы пытаемся дойти до Красной площади Но никак не можно дойти, все постоянно с нами фитографируются Это ваши друзья-птички? Не, не, не наши О Ди Мария, о Маскерану И о Мэсси тяу, Мэсси тяу, Мэсси тяу, Мэсси тяу, тяу, тяу Откуда вы? Из Перу Из Перу Из Перу? Да, из Перу Как вы зовут Пати? Ферелла Сколько часов длился ваш полет? 20 часов? Да Было ли сложно сюда добираться? Было очень сложно Да, было очень сложно Что было самым сложным? Я живу в Японии Из Японии я отправилась в Корею Там я оставалась 12 часов И потом я прилетела сюда Это было очень долго Я летела из Лимы в Канаду Потом в Мадрид Потом в Стамбул И оттуда сюда Правда ли, что некоторые панцы продали свои квартиры, свои машины для того, чтобы сюда приехать? Да, это правда А вы продали свою квартиру? Нет, вообще я ничего не продавала Было ли дорого сюда приехать? На чемпионат Да, это было очень дорого 5 тысяч долларов? 5 тысяч долларов За билеты? За что? За билеты? За перелет? За отель? Сколько матчей вы посетили? Два В Москве Франция Перу И Швеция Германия А вы едите в другие города? Да, Екатеринбург и Сочи Что вам больше всего понравилось? Мне больше всего понравились Сочи и Москва Вам нравится Сочи, потому что там море? Да, там потрясающее море Еще очень красиво Что вы ожидали до приезда? Слышали ли вы какие-нибудь новости о том, что в России не безопасно? Или о том, что все плохо организовано? Что вы ожидали? Город очень безопасный Город очень безопасный Очень чисто Люди очень дружелюбные Как сказать? Они очень добрые Где вы живете? Вы живете на улице? О, нет, нет, нет Мы ожидаем своего перелета Наш рейс вечером Вы уже выписались из отеля? Да, мы уже выписались из отеля Так вы улетаете? Да, я отправляюсь в Японию А я отправляюсь в Мадрид Вам нравится, как все организовано? Да, нам все нравится Автобусы, метро Вообще все Можно легко получить информацию Много пунктов Консультационных Сложно ли для вас читать вывески? Некоторые сложно, потому что они написаны по-русски Однако некоторые написаны по-английски, их мы можем читать Вы что-то уже пробовали из русской кухни? Да, что-то уже пробовали Вам нравится русская кухня? Да, нравится О, мы не знаем названий Однако десерты просто потрясающие Десерты? Десерты вроде блинов Можем пробовать окорошку? Это не суп, холодный Нет, мы не пробовали Мы пробовали борщ? Мы не знаем, как это все называется Это красный суп Русский суп Да, мы пробовали Очень вкусно А винегрет пробовали? Винегрет? Красный салат Красный салат очень вкусный, да Так вам нравится еда и вообще все? Да, нам нравится все и еда и люди и вообще все Кто, по-вашему, выиграет? Кто, по-вашему, выиграет? Франция Хорошо было бы, если бы Перу участвовала, но их уже исключили, поэтому я поддерживаю Японию, я за них болею, потому что я там живу Я болею за Францию Заняли какие-то футбольные песни? Вы пели на стадионе? В стадионе? Да Можете для нас петь? Мы не29 Вы criticили Выгогом Вы делали Вы? Удачи! Вы знаете Удачи в Японии, удачи в Перу, это подарок, потрясающе Вы это привезли из Перу? Давайте посмотрим Спасибо Откуда ты? Я из Колумбии и живу последние 5 лет в Ниджерси Меня зовут Карлос Я Диего И я Диего Как Марадона И ты из Колумбии Да, ты тоже из Колумбии Да, из Колумбии Было ли сложно приехать сюда? Как перелет? Мы живем в Южной Америке и далеко лететь очень сложно Нам пришлось сделать 2 остановки, одну из них в Амстердаме 2 транзитные остановки, да Да, сколько вы часов летели Вообще 2 дня мы летели Но мы прилетели, мы любим футбол обожаемого И Россия удивительная страна, Москва прекрасный город И люди очень красивые Касань Потрясающий город Девушки невероятно красивые Да, вы сказали, что вам понравилось А что вы ожидали? Что вы ожидали от этого приезда? Мы встречали людей из Англии, которые читали газеты И многие из них отказались от поездки Я не читал много о России Но я знаю, что 20 лет назад у вас было все по-другому Я думаю, что вы сохранили лучшее, что у вас было 20 лет назад И улучшили то, что нужно было улучшить Столько, столько много вещей, которые классные, хорошие И нужно их улучшать и развивать Это все впереди Это ваш первый визит в России? Да, наш первый визит в России А я вообще ожидал видеть старые машины Волга Но я увидел какие-то супер дорогие машины на дорогах БМВ Я вижу международные рестораны и Макдональдс Кайфс И это классно, это здорово И это потрясающий выбор, который сделал FIFA Чтобы провести чемпионат здесь И у вас все для этого есть Очень классно, что вы находитесь столько изменений Но вы видели Ленина? Да, там была огромная очередь И мы решили погулять Потом забыли об этом И вот закончили здесь Мы останемся еще на несколько дней И будет возможность, что мы сходим Но там была очередь на полчаса И под открытым солнцем вы решлете И вообще очень круто, что у вас есть такая история В великой страны и в мире И вы действительно очень подготовлены оказались к чемпионату А вам действительно нравится, как все организовано здесь? Да, да Я хотел бы обратить внимание на этот вопрос, который ты задал Самое главное, что вы сделали и правильно Это то, что вы наняли молодых людей То есть между 18 и 22 годами Это потрясающая идея была нанять этих людей Тем, которым больше 45 лет, им все равно на футбол Для них футбол вообще ни о чем А у этих ребят правильный очень взгляд на все Они хотят помочь Они дают правильную информацию Всегда на стойке информации FIFA, они дают тебе правильные инструкции Всегда готовы помочь И сейчас у вас люди говорят по-английски Какие молодые люди могут объяснить на английском? А где вы, где вы этих молодых девушек встретили? Первый раз, когда мы приехали в Казань У нас были проблемы с поездом И эта молодая девушка была очень-очень гостеприимной Она нам все показала Правильные инструкции Все показала, она улыбалась Она была готова помочь нам И это сделало для нас все легче, для туристов То есть это волонтеры? Да, да Больше что мне понравилось То, что у меня другое восприятие России Которое я получил По сравнению с тем, которое у меня было До моего приезда Я реально ожидал найти вас Как коммунистическую страну А сейчас Уезжу в свободную страну Которая больше похожа на США Чем на советскую страну Это самое интересное для меня То, что вы в таком правильном направлении движетесь и развиваетесь А вы пробовали русскую еду? Я думаю, что вам больше всего понравилось Вообще, я рад что-то спросил Потому что у вас так много всего Разных Разной культуры, в том числе и мировой И здесь есть и Kentucky Fried Chicken И Макдональдс Я не пробовал русскую еду Потому что здесь есть еда со всего мира Но все-таки какую-то русскую еду попробовали Нет, я не знаю, где ее найти Окрошку, например Здесь мало информации об этом Понимаешь? Не то, что они не хотят тебе рассказывать Но просто нет информации Если ты спросишь про то, как к тебе добраться То они тебе рассказывают А что попробовать, они не рассказывают Это очень важно Где я попробовать, что попробовать Чтобы рассказывали про культурные ваши традиции Про вашу еду Это же очень неинтересно То есть неинтересно было бы, если бы нам рассказывали Где купить эту вкусную еду Русскую еду Вообще, сложно ли читать Надписи на русском языке Да, это, конечно, вызов Это люди из другой еды Они привыкли к другим буквам И кириллические буквы, они совсем другие Но если ты немножко по большинству просить То ты привыкаешь к этому Ты начнешь потихонечку понимать Вообще, вам нужно было сделать Какие-то специальные упробники В зонах сувениров В точках информации туристов Чтобы туристы пробовали вкусную еду Такие сэмплы Попробовал кусочек, такие О, это вкусно, где-то можно попробовать И вы бы рассказывали, где-то можно поесть В целом, мне очень удобно комфортно сейчас в России Но есть какие-то вещи могли бы быть лучше Например А отели были очень дорогими для чемпионата мира? Да я даже не видел эти отели Потому что цены были просто до небес Вы снимаете квартиру? Нет, мы остановимся в хостелах Это для нас по карману Мы берем хостел на ночь Или мы снимаем на Airbnb Или Booking Я верю, что Россия Россия должна использовать эту возможность Не только для футбола Но вообще для туризма Построить целую индустрию Целую экономику У вас нет никакой туристической экономики Нет никакой индустрии, нет отрасли Вы должны сфокусироваться на том Как правильно привлечь внимание к этому Чтобы люди узнавали больше о вашей стране О туризме Чтобы вы стали туристически ориентированы У вас так много классных мест, чтобы посетить Но вы не получите правильное внимание Вы не сможете сделать из этого рост Эта туристическая индустрия очень важна И это может быть очень сильным импульсом для вашей экономики Какой вам город понравился больше? Посетили Казань, Москва И нам очень понравились Они разные, эти города Но мы посетили некоторые зоны этих городов Спошли некоторых людей И Казань, и Москва Это потрясающие места для визита В Казани очень красивый Кремль Исторический центр В Москве очень много людей Все культуры перемешаны Это очень красиво и интересно Вы сделали классную работу Под подготовки к чемпионату Какую вы обычно поете на стадионе? Какую вы песню обычно поете на стадионе? Этот песок звучит в каждой культуре, в каждой культуре. Вы разговариваете по-английски? Немного. Арабик? По-арабски? Мираба, привет. Это всё, что я знаю. Мираба. Да, привет. Я хочу поблагодарить Россию за всё, что вы сделали. Россия прекрасная страна. Очень люблю, потому что это очень хороший. Спасибо. Спасибо, Русия. Я из Саудовской Аравии. Спасибо, Русия. Откуда ты? Из Мексики. Как тебя зовут? Гектор. Очень приятно познакомиться. Гектор... Но ты что-нибудь знал про Россию? До этого нет, ничего не знал. Ваша страна очень классная, большая. Это твой первый визит в Россию. Да, ты... Я был в Ростове, собираюсь в Екатеринбург. Тебе понравился Ростов? Да, да, мне понравился Ростов. Что тебе больше понравилось? Где? В Ростове или в Москве? Люди, люди. Мне больше понравились люди. Они очаровательные, они очарующие. Откуда ты? Я из Аргентины. Как тебя зовут? Матиас Амадия. Я из Сан-Хлана. Из Аргентины. 80 тысяч километров. Проехал и... 57 стран. Я путешествовал немного 20-50 дней. После этого вернулся домой. Сказал своим родителям, что я поеду в Бразилию на чемпионат. Я путешествовал целый год и 6 месяцев и поехал на велосипеде в чемпионат в Бразилию. После Бразилии я не вернулся домой, сразу поехал в Мексику. На велосипеде из Мексики в Панаму. Из Панамы я прилетел в Испанию. И из Японии я приехал на велосипеде в Россию. Как тебе страна? Как тебе Россия? Потрясающая страна, счастливые люди. Они помогают мне, приносят воду, помогают мне с едой и место для сна находят. Тебе нравится русская еда? Да, очень вкусная еда. Тебе нравится борщ? Ну, я не знаю, борщ. Как насчет кваса? Да, квас мне очень нравится. И люди здесь, в Москве, они пьют водку. Но я не пью алкоголь, потому что меня с вас тошнит. Тебе нравится водка? Нет, это слишком сильно для меня, слишком очень крепко для меня. Я предпочитаю воду и пью воду, это хорошо для меня. Ты посещал игры? Какие игры ты посетил? Да, в World Cup в России. Но у меня нет денег на билеты. Нет, нет денег на билеты. Я счастлив просто, что я нахожусь здесь, в фан-зоне, и я чувствую атмосферу веселья. Потому что Аргентина выиграет этот чемпионат? Не-не-не-не, да не выиграет. Нет никакого связи между Аргентиной и победой в чемпионате. Возможно, Португалия или Бразилия выиграет чемпионат. Да, они хорошие, да, хорошая команда. Я не знаю. Но я не смотрю телевизор. Не знаю. Не знаю. Друзья, путешествуйте и будьте счастливы. Мы поможем тебе, поможем тебе даже путешествовать на моем велосипеде. Мы поможем тебе, поможем тебе. Удачи. 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 Я покинал на моем велосипеде. Производство carrечки. Удачи. Удачи. Удачи.